Сломанные стулья, кастрюля без ручек, порванные учебники – все это предметы одной из самых странных коллекций Ульяновска. Жильцы квартиры дома по улице Ефремова много лет собирают мусор со всех свалок в округе. За годы странного собирательства их квартира превратилась в настоящий мусорный контейнер. И соседствовать с подобным помещением крайне сложно. Квартира полностью забита мусором со свалок под завязку. Трехкомнатная, 63 метра квартира. И вся забита, там проход ползком, как-нибудь боком можно пройти, там невозможно. Там больше 10 штук кошек, которые гадят, живут в квартире. То есть антисанитария очень полная. К ужасу соседей, кошки, живущие в квартире, не единственные питомцы хозяев. Мыши, тараканы, блохи стали постоянными спутниками жителей всего подъезда. И, конечно, это не единственное неудобство соседствования с нехорошей квартирой. Запах стоит очень сильный в подъезде, даже если просто они выходят из квартиры. Или открывают проветривать во время лета. Запах сильный стоит. Поэтому мы в подъезде открываем дверь, окна, чтобы это все проветрилось. Мы заходим с ребенком, закрываем нос. История странного накопительства началась более 10 лет назад. Тогда жильцы впервые подали в суд и коллективный иск с требованием привезти нехорошую квартиру в их подъезде в надлежащее состояние. На суде хозяйка плакала и обещала со своим странным коллекционированием завязать. Мусор из квартиры тогда вывозили на пяти камазах. Но история на этом не закончилась. Прошло несколько лет, и все вернулось на круги своя. Квартира вновь наполнилась мусором. Свалку в комнатах стало видно с улицы даже невооруженным глазом. Суд состоялся повторно. Но коллекционеры мусора его предписания выполнять не спешили. Мы вынуждены были в данный момент обратиться. Приставы до этого только брали штрафы. Он заплатил за три года больше 130 тысяч штрафа. Но мусор не выносился. И вот мы вынуждены были сейчас собирать документы, подать опять во все организации, чтобы нам помогли. Хотим на выселение. Столь крайние меры – не пустая прихоть соседей. Службы МЧС, ветеринарного контроля подтвердили, что жилье находится в опасном состоянии. Если не принять срочных мер, может случиться несчастье, в котором пострадают не только владельцы самой захламленной квартиры, но и их соседи. Приставам пришлось возобновить судебное производство. И на этот раз хозяева пошли навстречу. Сами наняли команду грузчиков, чтобы вывезти накопленное. Ой, я только за дверью заглянул. Один шаг. Неплохо что-то стало. До потолка. Все, там говорили. В саму квартиру хозяин нашу съемочную группу не пустил. Но, по словам очевидцев, это даже к лучшему. Без респираторов там находиться просто невозможно. Сильное амбре чувствуется уже на входе в подъезд. За весь день рабочие не разгрузили даже и половины накопленного. На очереди еще несколько контейнеров на 8 кубов и прицеп, в который будут погружаться крупные экспонаты мусорной коллекции. Впрочем, расставаться со всем накопленным хозяева отказываются. Говорят, многое им еще может пригодиться. Юлия Шугунова, Владимир Куликов. Новости Ултправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова